Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы «События» в студии Ларисы Шлафаст. Все самое интересное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. С учетом требований Роспотребнадзора в самарских школах начался новый учебный год. Еще одной благоустроенной территории и больше. В Самаре преобразился сквер речников. Новые муралы появятся в Самаре. В город съехались всемирно известные стрит-арт-художники. На минувшей неделе 122 тысячи детей отправились на учебу в самарские школы. С началом учебного года самарских школьников поздравила глава города Елена Лапушкина. Она посетила несколько учреждений. В 49-й школе, где отремонтировали пищеблок, глава Самары проверила, как работает новое оборудование. Довольны ли родители и дети произошедшими изменениями, узнала наша съемочная группа. Первое сентября. Ла-ла-ла-ла. Это день знаний. В парке металлургов на торжественной линейке первоклассники 162-й самарской школы. Там сейчас завершается капитальный ремонт. Поэтому первое время учиться ребята будут в 96-й школе и 133-й гимназии. С началом учебного года детей поздравила глава города Елена Лапушкина. Школа – это целый мир. Мир новых знаний, мир новых открытий, мир новых возможностей и, конечно, новых друзей. А возможность обрести новых друзей у этих первоклассников гораздо больше, чем у их сверстников. Потому что будут учиться вместе с другими школьниками. Мир и добра вашим семьям и в добрый путь. По традиции на линейке для первоклассников звучит первый звонок. Учитайте умношать, малышей не обещать. Учит в школе, учет в школе, учет в школе. С началом нового учебного года глава города Елена Лапушкина поздравила и учеников 49-й самарской школы. Ребята, я вам от всей души желаю новых открытий, новых друзей, новых радостных встреч. Я желаю вам, чтобы каждый предмет для вас был успешен. Родителям и педагогам я желаю, чтобы у них всегда был повод гордиться вами и вашими успехами. К 1 сентября в 49-й школе готовились особенно тщательно. Здесь провели большой ремонт. За летний период поменяли пластиковые перегородки на первом этаже, полностью заменили потолок, установили автоматическую пожарную сигнализацию в холле первого этажа. Покрасили стены, обновили стенды. Глава города Елена Лапушкина пообщалась с представителями родительского комитета и поинтересовалась мнением об изменениях в учебном заведении. Особенно рады обновленному пищеблоку, признаются родители. Столовая очень преобразилась, начиная от ремонта, кухонными принадлежностями. Я думаю, что детишкам будет очень здорово там. Теперь здесь все обустроено с учетом мнений детей и их родителей. Даже цветовую гамму выбирали все вместе. Дети все очень хотели, чтобы пищеблок был ярким, чтобы было приятно зайти в столовую. И я думаю, что у нас будет. Вам нравится, вам что-то хватит. В обновленном пищеблоке установлено современное оборудование, закуплена вся необходимая посуда. В школе будут обучаться более 400 учеников младших классов. По указу президента страны и распоряжению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, все они будут обеспечены горячим питанием. Лариса Шалафаст, Василий Колдашов, События. В Самарской области началась вакцинация против гриппа. Об этом рассказали на оперативном штабе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Сколько поступило вакцин и кому будут делать прививки в первую очередь, выяснила наша съемочная группа. По словам главного санитарного врача Самарской области Светланы Архиповой, проведение лабораторных исследований на COVID-19 продолжается. В среднем в сутки проводится около 6000 исследований. По сравнению с началом августа, сейчас охват тестированием увеличился на 45%. Во всех 14 лабораториях, проводящих диагностику, имеется запас тест-систем. В целом он составляет порядка 43 тысяч штук. За последнюю неделю зафиксировано повышение числа ежедневно выявляемых случаев заболевания. Отчасти это связано и с тем, что теперь тестирование проводится и для пациентов с признаками гриппа и ОРВИ, которые с наступлением осени набирают рост. Чтобы не допустить неблагоприятного развития эпидситуации, Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов в усиленном режиме дезинфицировать парки и скверы, здания и следить за соблюдением масочного режима. Всем главам муниципальных образований принятие всех необходимых мер, то, что касается общественных зданий, включая торговую сеть, транспорта общественного, не допустить угрозы распространения инфекции, которая может сказаться на деятельности экономики и социальных учреждений. Вот главная наша с вами задача. Кроме того, в ближайшие дни в Самарской области стартует ежегодная прививочная кампания против гриппа. Первая поставка вакцины для детей уже поступила в медучреждение. Также ожидается отгрузка вакцин для взрослых. Вакцинация против гриппа традиционно проводится осенью. До наступления холодов у привитых жителей успевает сформироваться иммунитет. Речь на оперативном штабе шла и о том, когда в регион поступят вакцины от коронавируса. У нас по вакцинации от коронавируса пока каких-то четких параметров взрослых нет. Уважаемый Дмитрий Игоревич, есть первая информация, что около 12 тысяч вакцин первая партия будет направлена в Самарскую область. Нами подготовлена соответствующая материально-техническая база. Вакцинации против гриппа в первую очередь подлежат лица, относящиеся к категории риска. Это дети, школьники и студенты, врачи, работники транспорта, коммунальные сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет. Лица, подлежащие призыву на военную службу. Вакцинация будет проводиться по желанию. Но оперативный штаб рекомендовал провести разъяснительную работу о ее важности на предприятиях области. Виктория Шарая, События. До конца года в поселке Мехзавод появится детская поликлиника. Сейчас для этого готовят здание площадью 3000 квадратных метров, которое осмотрела глава Самары Елена Лапушкина. Затем она посетила 127-ю школу, где к вводу в эксплуатацию готовят бассейн. Подробности в нашем следующем сюжете. Это центральный холл. Здесь будет открытая регистратура стоять. Здание будущей детской поликлиники в поселке Мехзавод уже ведут отделочные работы. Скоро здесь будут просторные кабинеты, оснащенные всем необходимым оборудованием. Вот такие у нас будут веселые коридоры. Внутри кабинета будут нейтральные стены, а здесь вот они у нас веселенькие. Раньше здесь располагался стационар медсанчасти завода «Салют», затем отделение 7-й городской больницы. Потом здание пустовало. После ремонта здесь разместится детская поликлиника, которая будет обслуживать маленьких жителей Мехзавода и Новой Самары. Также здесь разместится первый в Самаре детский дневной стационар. Глава города поручила руководителю районной администрации решить вопрос с благоустройством территории рядом с новой поликлиникой и установить детскую площадку. Следующая точка объезда – дорога возле строящейся школы в микрорайоне Новая Самара. В прошлом году на встрече с главой города Еленой Лапушкиной жители попросили построить школу и подвезти к ней дорогу, которая соединила бы микрорайон с поселком Мехзавод. Спустя год здание школы практически готово. Большая часть дороги также построена. Благоустроена прилегающая территория. В будущем также по просьбе жителей рядом появится зеленая лесопарковая зона. Вы помните, что у нас здесь вырубка не приветствуется жителями, что очень бережно надо относиться. Значит, смысл в чем, что жителям уже этот вопрос обговаривали. То есть мы собирались уже, они очень хотят. То есть я думаю, они не против. Хотят сквер, а не вырубку. Да, не вырубку, а сквер. Следующая точка в плане объезда – двор в поселке Управленческий, где по просьбе жителей установили детскую площадку и оборудовали зону отдыха. Здравствуйте. Вам, милая женщина, нравится здесь? Нам здесь нравится. Другой такой в управленческом нет. Также глава города побывала в 127-й школе, где готовится к сдаче в эксплуатацию бассейн. Все нормально. 366. Прекрасно. Помещение полностью готово для занятий плаванием. Закуплен весь необходимый инвентарь. Подрядчику остается исправить некоторые недочеты после протечки кровли. Затем помещение проверят специалисты Роспотребнадзора. А сколько у вас за тысяча школы? 840. А вот если запустим бассейн, кому еще пойдут здесь справиться? Они будут, конечно. Финальной точкой объезда стала скейт-площадка, которую благоустроили по областному проекту «Содействие». Здесь каждый день оттачивают свои навыки десятки ребят. Новая площадка не пустует ни утром, ни вечером. Меня радует то, что район преображается. Я вижу, что действительно территория используется с умом. Скейт-парк, мы здесь с вами были зимой, да, и видели, что это была только задумка, что это была только идея. И вот эта идея меньше, чем за 4 месяца у нас с вами воплощена, и дети получают удовольствие. Дети попросили главу города решить вопрос с освещением возле скейт-площадки. Елена Лапушкина поручила главе района решить этот вопрос до конца недели. Лариса Шалафаст, Василий Колдашов, Константин Головин. События. На минувшей неделе завершилось масштабное благоустройство сквера Речников в Куйбышевском районе Самары. План ремонта именно этой территории жители поддержали во время рейтингового голосования. Олег Зверев оценил масштаб преобразований. Осталось добавить музыку, и можно проводить праздник микрорайона. Сквер Речников преобразился радикально. Все лето местные жители наблюдали застройкой, и вот территория благоустроена. Работы выполнены по национальному проекту «Жилье и городская среда». Ключевым объектом стал фонтан «Роза ветров». Сегодня качество работ оценила Елена Лапушкина. Глава Самары приехала на стройку, и сразу нашелся гид. Школьник Роман уже знает здесь каждый кирпичик. Площадка сутка, вообще огонь. Мне так нравится. Ты в школу тут спеваешь ходить? Да, успеваю. И за школу сюда? Да нет, сначала домой переодеться, покушать. Согласно дизайн-проекту, который разрабатывали на основе пожеланий жителей, здесь устроены плиточные пешеходные дорожки и газон. Приведены в порядок деревья, установлены детские игровые аттракционы и спортивная площадка. Столько людей это рудили, чтобы вам было хорошо. А осталось только сберечь. Да, беречь это надо. Потому что эта площадка самая лучшая в Самаре. Привести в порядок сквер удалось благодаря активности жителей, которые приняли участие в рейтинговом голосовании. Такова идеология нынешней работы власти в Самаре. В первую очередь, работу проводят на участках, за которые высказываются горожане. Сквер набрал 9 тысяч голосов. Все сделано, как и было задумано. Причем оформлен сквер в речном стиле. На радость и взрослым, и детям. Мне очень понравилась реакция замечательного мальчугана Романа, который очень подробно и с восхищением рассказывал об этой площадке. Мне кажется, это самая главная оценка нашей работы. Потому что он понимает, насколько она замечательная. Он понимает, как он ее будет беречь. Он призывает к этому своих друзей. В этом году пять общественных территорий благоустроены по программе «Комфортная городская среда». Есть планы на следующий год. Причем национальный проект позволяет реализовать самые амбициозные задумки. Жителям надо только заявить о своих предпочтениях и активно поддержать идею. Олег Зверев, Василий Колдашов, Константин Головин. События. Самара стала точкой притяжения для стрит-арт-художников с мировой известностью. Уже совсем скоро горожане смогут увидеть новые работы именитых мастеров. Наш корреспондент Анатолий Головков встретился с гостями из Казани, которые почти закончили рисовать мурал на фасаде одного из домов на Ленинградской. Полотно на фасаде дома в историческом центре Самары приобретает финальное очертание. Казанский художник Рустам Кубик заканчивает работу над мурал-артом на фасаде дома номер 63 по Ленинградской. Мастер, который оставил свои полотна практически на всех континентах, на этот раз решил сыграть на контрасте. Запечатлеть старика, который уже увядает и пока не раскрывшегося подростка. Эскиз был разработан специально для Самары, когда я увидел саму поверхность, формат, размер и горизонтальный формат стены, сразу пришла такая идея. Приехал в Самару и питерский художник с мировой известностью покрас лампас. Молодой человек создал уникальный стиль, сочетающий в себе каллиграфию и футуризм. Мастер будет работать на Маяковском спуске и преобразит более 350 метров подпорной стены. Ему предстоит воплотить в жизнь один из самых масштабных культурных проектов осени. Когда появляется старинная работа, возникает новый поток людей, которые приходят посмотреть, поснимать, появляется индекс цитирования определенного места. Так что, мне кажется, идеальная инициатива, очень рад быть здесь и большая честь оставить вам новую работу совсем скоро. Арт-проект «Самара Граунд», который запустили при поддержке региональных и городских властей, должен стать очередным шагом к преображению. Организаторы верят, что в будущем Самара окажется точкой притяжения для российского и мирового сообщества современного искусства. Анатолий Головко, Сергей Баскин. События. Из аварийного жилья в новую благоустроенную квартиру. В Самаре в этом году ключи от нового жилья по нацпроекту «Жилье и городская среда» получат 348 семей, проживающих в аварийном фонде. 70% уже въехали в новые квартиры. Елена Малютина побывала в гостях у семьи МОД. В этом двухэтажном деревянном доме семья МОД прожила 40 лет. На стенах давно появились трещины, протекала крыша, как результат возникла плесень и начал обваливаться потолок. Семья здесь жила по договору социального найма. Приватизировать аварийную квартиру нельзя. Но в июле жизнь семьи из пяти человек кардинально изменилась. Вместо 64 квадратных метров в полуразвалившемся доме они получили почти 100 в новостройке на улице Осетинская по федеральной программе реформирования и благодаря нацпроекту «Жилье». Говорят, до сих пор не верят своему счастью. Мы представления не имели, мы были очень сильно удивлены, даже не поверили. Когда вот у меня муж ходил, мы первым делом просто потом не рассказывал, как он на это среагировал. Он говорит, я, говорит, не понял сначала, думая, писка что ли какая-то. А потом просто спросил, говорит, вы сколько нам даете? Никак, даже представить не могли, что будет вот так. Там мы велосипед не могли ввозить в дом, в квартиру. Ну, теперь, конечно, много будет, надо заставлять, это сейчас пока пусто. Мы никак не думали, что будет так много пространства. Порадовала жильцов чистовая отделка. Две ванные комнаты были полностью укомплектованы. На просторной кухне установлена плита. Обе лоджии застеклены. Впечатлила и кладовка. Рядом с домом магазины, аптеки, детские сады и школа. Раньше внукам, которые проживают с ними вместе, приходилось добираться в учебное учреждение на транспорте. А сейчас за пять минут пешком. В этом году новое жилье получат 348 семей, проживающих в аварийном фонде. 70% уже въехали в новые квартиры. В основном переселяют в ЖК «Волгарь», ЖК «Рассвет» и «Крутые ключи». С каждым годом количество расселяемых аварийных квартир растет. В 2021 году из Старого фонда переедут порядка 460 семей. Жилье для них будет переобретено уже в этом году. В середине следующего года мы будем уже знать полный объем расселяемого жилья в 2022-2023 годах. Переселение по городу Самара уже не первый год идет только в новостройке. Квартиры все благоустроены. Жилищный кодекс говорит о том, что необходимо при переселении по 89-й статье жилищного кодекса переселять метр в метр. Однако на территории города Самары принято решение о том, что мы не переселяем из коммунальных комнат, из коммунальных квартир в коммунальные квартиры. Поэтому приобретаются исключительно изолированные жилые помещения. Принцип в основном следующий. То есть нанимателям предоставляются жилые помещения по комнатному принципу и не менее жилой площади, которые у них сейчас имеются. Всего же до 2025 года в новые квартиры переедут 6000 самарских семей. Елена Малютина, Николай Сидоров. События. Опыт Самарской области в создании приемных семей для пожилых людей перенимают другие регионы страны. Добрые люди принимают в свой дом нового человека, ухаживают за ним. Об одном из примеров милосердия – сюжет Олега Зверева. Когда все вместе и душа на месте, так говорит Любовь Николаевна Тремасова о семейных чаепитиях с людьми, которые стали для нее ближе, чем родные. Из всех родственников у нее осталась только племянница, которая живет на другом конце Самары. Видится они редко, вот и решила Любовь Николаевна переехать жить в приемную семью, чтобы не коротать время в одиночестве. Когда одна, особенно последняя сестра, когда у меня ушла, мне очень было плохо. Мы уже в таком возрасте. И оставаться одной – это очень страшно, конечно, очень грустно. Поэтому я очень довольна, что они меня приняли в свою семью и что общаемся. Приютила пожилую женщину давняя подруга с Еленой Ивановной, они знакомы уже много лет. А когда у молодой тогда еще женщины заболела и увырла мама, Любовь Николаевна оказала ей дружескую поддержку. Став приемной бабушкой, тоже не сидит на месте. Помогает воспитывать внуков. Со старшим внуком она мне очень помогла, потому что ему уже 20 лет, и я не могла еще тогда, работала. А она и полностью его воспитывала, можно сказать, со школы, в школу, уроки. Потому что дети-то истоподавно работали, мои и я. Самарская область – одна из первых в России, стала создавать приемные семьи для пожилых людей. Сейчас этот опыт используется в реализации национального проекта «Демография». Когда твои руки и душевное тепло востребованы, долголетие действительно становится активным, а страх одиночества и бессилия отступает. В 2020 году 173 человека серебряного возраста обрели приемные семьи, а всего за 10 лет к новым детям и внукам переехали 700 человек. Человеческий фактор, конечно, в приемной семье имеет огромное значение. То есть, если, поэтому она и называется семья, потому что отношения внутри не деловые, не финансовые, не меркантильный интерес, а именно семейные отношения. То есть, объединяются люди, которые могут сосуществовать, приносить друг другу радость, например, облегчение в повседневной жизни. Приемным семьям выплачивают небольшую зарплату – порядка 4000 рублей. Лучшая награда для опекунов – то, что у их детей появляются бабушки и дедушки, которые есть далеко не во всех семьях. Олег Зверев, Константин Головин, События. Жителей Самары просят сдавать крышки от пластиковых бутылок. В городе продолжается благотворительная экологическая акция «Добрые крышечки». Региональный оператор устанавливает накопители в парках. Елена Малютина расскажет, где утилизируют ценное сырье. В семье Лукьяновых крышки от бутылок мусор не выбрасывают. Их моют, а затем высыпают в специальные контейнеры для переработки. Новый накопитель региональный оператор установил в парке Гагарина. Восьмиклассники Рослав вместе с младшей сестрой Ариной одними из первых утилизировали свои запасы и приняли участие в эколого-благотворительной всероссийской акции «Добрые крышечки». Ну, уже как три-два года собираем эти крышки на благотворительность. И я действительно рад, что эти крышки не выкидывают. Ну, мы всеми классами в течение года собираем эти крышечки, которые идут на благотворительность. И у нас в коридоре на первом этаже стоит специальный наполнитель, куда мы их засыпаем. Крышки от бутылок отправят на переработку, а вырученные средства передадут в фонд «Волонтеры» в помощь детям-сиротам. Деньги потратят на покупку инвалидных колясок и другой реабилитационной техники для ребят с ограниченными возможностями из приемных семей. Цель проекта, она двойная. Первое, во-первых, это пластиковые крышки являются ценным сырьем, которые, благодаря данному нашему участию, они не выбрасываются на полигон. И второй посыл, не менее важный, это благотворительность, это помощь детям, которые остались без попечения родителей, это и закупка инвалидных колясок, и другая помощь. Ну, это не просто какой-то раздельный сбор мусора, это не просто какой-то ужас добра. Философия немножко глубже этого проекта. Она помогает людям перейти от традиционного «мне все должны» к такой позиции, что я могу сделать для того, чтобы сделать от мира чуточку лучше. В прошлом году региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами закупил и установил более 40 накопителей для сбора пластиковых крышек в школах, детских садах, районных администрациях. В этом году контейнеры устанавливают в парках. Ценное сырье можно утилизировать в Струковском саду, в парках Щерса, Металлург, Гагарина. В ближайшее время новые контейнеры поставят в парках «Дружбы и Победы». Елена Малютина, Николай Сидоров. События. Новое прочтение всеми известной сказки. Самарский театр «Витражи» открыл сезон постановкой «Муха-цокотуха». Спектакль объединил в себе оперу, балет, мюзикл и драму. Вместе с юными зрителями постановку оценила и наша съемочная группа. «Муха-цокотуха». Автор популярных детских стихов Корней Иванович Чуковский в исполнении Сергея Иванова на сцене Самарского художественного театра «Витражи». Юные зрители и их родители застают его за работой в момент написания легендарной «Мухи-цокотухи». Чуковский находится на сцене на протяжении всего спектакля. «Чтобы оправдать все то, что происходит, все-таки это, получается, среди насекомых же, это же про насекомых, а ведут они себя как люди. Чтобы вот это все дело оправдать, это все происходит в голове Корнея Ивановича. То есть он это все придумал, что букашки, они не просто там в траве ползают, а у них вот все как у людей. Что у них вот там есть купцы, там есть вот мухи, есть именинницы, есть самовары». Поставил спектакль столичный режиссер-постановщик Андрей Казаков, лауреат Международной премии Станиславского и театральной премии «Чайка». Но на премьеру приехать не смог, занят в других проектах. Он объединил на сцене разные театральные жанры, оперу, балет, мюзикл, драму. А музыка Верди, Штрауса и Шостаковича открывает новые грани известных детских стихов, уверена Анна Маркова, исполнительница главной роли. «Есть какие-то вещи, которые могут зацепить и взрослого человека, и ребенка. Это всегда вообще все про любовь. Про благородство, про храбрость, про дружбу. То есть он такой спектакль, в котором очень многие вопросы для детей открываются». Спектаклем оперы «Муха-Цокотуха» в Самаре открылся 26-й театральный сезон. Премьера прошла в ДК «Железнодорожников» при полном аншлаге. Постановка стала возможна благодаря участию театра «Витражи» в федеральной программе «Театры детям». Владимир Соловьев, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Отличного настроения и хороших выходных. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин